ребятки привет сегодня мы опять у официального дилера маркирован в новосибирске и сегодня поподробнее мы рассмотрим машинку которая называется r2 маленькая машинка вот первое что хочу сказать с чего я начал все знакомства с ней это сайт и сайт офигенный просто вот очень многим производителям нужно задуматься о том как они оформляют свой сайт он вырублен топором на самом деле здесь все просто непонятно то есть очень просто разобраться сколько стоит машина какие комплектации какие технические характеристики обычно заходишь на сайт любого производителя автомобилей и там черт ногу реально сломит сейчас я включу запись экрана на телефоне мы посмотрим все три два один вот но начнем с технических характеристик два названия пятиместных хэтчбэк длина 3 и 6 у него очень маленький автомобиль соответственно для города идеальный вариант но блин тут очень много приколов и сейчас мы все их посмотрим даже указано сколько какой здесь аккумулятор стоит то есть аккумулятор 50 ампер час 16 клапан двигатель стоит 112 с половиной ньютонометров крутящего момента и мощность получается 85 лошадей но для этой машины учитывая что она тонну весит отлично а на что хотел бы обратить внимание это материал блока цилиндров здесь чугунный блок цилиндров это говорит о том что скорее всего двигатель не одноразовый но здесь объемы и массы указана объем багажника 170 литров очень маленький багажник но в принципе машина городская поэтому здесь большой он и не нужен и вот снаряжная масса тонна 54 очень очень легкая машина даже динамические характеристики указана максимальная скорость 161 км в час и разгон 12 и 4 но для гидромеханики и такого маленького двигателя это нормально и в городе в принципе больше то и не нужно барабан сзади диск и спереди по тормозам торсионная балка кстати полузависимая подвеска сзади но в теории она должна даже более-менее неплохо рулиться мы кстати покатаемся сегодня и посмотрим чего она себя представляет в движении электрорейка расход топлива вот то что важно в городе заявленный расход 8 и 2 литра есть бортовой компьютер мы проверим все эти вещи и экологический класс евро 5 ладно здесь все понятно есть вкладка комплектации тут тоже все просто что загрузится посмотрим комплектации начинается машина от 439 тысяч рублей специальное предложение это скидки на автомобиль я узнал то есть реальная цена 439 тысяч рублей такую машину можно купить и самая дорогая вот сейчас мы в ней сидим это 519 тысяч рублей но здесь подробно там я не буду останавливаться на том в чем отличие комплектации можно самому посмотреть на сайте тем более все очень понятно любой человек может разобраться легко здесь разница в комплектациях еще раз повторюсь многим производителям на заметку все просто и понятно ладно с этим с этим все понятно поподробнее познакомиться с внешней частью наверно глянем сразу двигатель вот он 16 клапанный двигатель двухвальный здесь все понятно и просто в принципе ходовые огни тех местах где должны быть противотуманные фары туманок нет вот так вот три четверти она выглядит это максимальная комплектация самая дорогая которая колеса у нас стоят 14 лет спереди дисковые тормоза на он сзади барабаны стоят так ладно так выглядит максималки две штуки цвет классным кстати зеленым место переднего пассажира это чехлы это не ее обивка ее обивку покажу про зеленый это отключается пассажирская стеклоподъемники задний ряд кстати интересно ручка сделано как на nissan джук вот столько места сзади попробуем присесть потом я за собой сяду багажник с полкой грузовики задние полноразмерная запаска даже твердый из комплекте сейчас попробуем настроить под себя сидений сесть за собой как раз собственно подменяем настроены на место в принципе не рост метр семьдесят хватает передвигаться тут можно задние стекло подъемники тоже электрические вот так вот выглядит обивка его родная сиденье задний ряд поближе познакомимся с места водителя управление стеклоподъемниками можно их закрывать здесь автомобиль закрывается максимальной комплектации есть регулировка высоты сиденья это тоже классно то что это есть ну и что же у нас тут есть максимум электро регулировка зеркал фары по высоте регулируется есть кондиционер аудиосистема диски читает bluetooth есть здесь плохо видно но здесь есть кармашек есть юизби и есть аукс подогрев сидений на так понимаю до 1 диапазонный но он тут есть управление на руле мультимедийной системой тоже хорошо такой вот интересный дисплей подальше так вот все это дело выглядит ключ ключ бортовой компьютер имеется у нас тут а вот его управление здесь слышно очень классно тахометр очень здорово до за 500 тысяч рублей это шикарно автомат ладно ясно вот очень удачно что рядом стоит минимальная комплектация можно сравнить в чем разница на черный плохо видно зеркала не в цвет ручки черные диски штампованные стоят 13 размер у них 13 дюймов диаметр сзади нет спойлера кстати сейчас покажу как спойлер увидит рейлингов нет минималки вот так выглядит спойлер на минималку его нет и рейлингов мы видим тоже нет стеклоподъемники не электрические тут в принципе все то же самое передние есть зато стеклоподъемники это тоже хорошо регулировка зеркал обычная ручная кондиционера нет в минималке зато есть аудиосистема с bluetooth вот такая синенькая китайская подсветка подстаканники кстати есть тоже хорошо обивка салона такая же здесь абсолютно два динамика в максималке 6 динамиков кстати мультимедийной системе ну вот собственно пожалуй и все теперь нам нужно будет прокатиться так ребятки в общем мы с вами сейчас тестово автомобиля находимся тут тоже максимальная комплектация я кстати вас сейчас познакомлю с менеджером отдела продаж с андреем которого вы сможете купить автомобиль эта штука так проедемся сейчас на машине посмотрим что она из себя представляет может быть андрей что чем интересное расскажет нам вот детское кресло то андрюхина наверно вот кстати сколько места с детским креслом за мной блин вот подсветки нет заднего ряда вот вот плохо правильность вот собственно андрей андрей скажу всем привет андрюха горит машина пуля вообще по ипподромская улица можно будет нормально прокатиться ну слушай бодро вообще а дорогу держит хорошо надо будет кстати звук потом включим посмотрим просто интерес радиум все равно записывается нормально 100 километров в час но для такой малютки вполне себе неплохо кстати зеркала хорошие обогрев с обогревом даже а чё-то не подключил по блютуз киньи сейчас попробуем подсоединить телефон и что-нибудь послушать не не это без авторских прав 8 градусов за бортом температуру показывает он да так тут у нас тахометр есть получается электронный светометр и бортовой комп да музон то какой классный напитник ахахаха а ну ка давай ещё одну какую нибудь вот это это блин они долов по-моему а у всех блогеров такая музыка на фоне но но это печально давай что-нибудь повеселее например того как работает музыка здесь зависть поставлен до отражаются стекла и звук хороший да и так нормально но вполне себе достойный звук подвеска неплохо отрабатывает кстати пуля пуля типа вы не правы ребята 120 ехали да не ощутил да не вообще угарная кстати блин она прям рулится но а я это тоже это я сказал даже когда снимал там потому что спереди макферсон а сзади торсионка для б класса должна вообще нормально руль это даже а наверно классно маленький машина стесняется ну офигенно нас уже были тоже интересно как ну цена до копнуться интересно прям резко но Сейчас сам попробую. Кстати, номер телефона и адрес дилерского центра. Закрыл. Что за музло, Андрюх? Не закрыл дверь? Закрыл. Так, D, да? Я за рулем этого болида. О, двери сами закрываются, да? Да. Класс. Зеркала вообще офигенные, все видно. А ну-ка, навернем к Оксу. Вот что удобно, можно делать вот так. Ребятки. Вот в чем плюс маленьких автомобилей. Можно ездить без рюкзак? Да. Как на мопеде. Как на мопеде. И расход примерно такой же бензина. Ускоряется прям вообще нормально. 1,3, да, получается, движок? 1,2. Ну, 1,2 там 6. Ну-ну-ну-ну. А я округлил до 1,3. Там было 1,2 и там что-то 5, что-то такое. Ну. Ну, угарно. Это что ты сейчас, спорт режим включил? Да. Ха-ха-ха-ха. Не, насколько хватит там бензина, конечно. Не, ну тут все читаемо, блин, удобно очень. И звук, кстати, здесь же можно добавлять, да. Ты заметил, что это похоже на фортах? Ну да. На старых фортах. Да-да-да-да. Очень хорошо габариты ощущаются ее. Ну хотя тут что бы не ощущаться. Ну конечно, вообще-то все. Ну. Там офигенный городской автомобиль. Да. Для города просто шикарная вещь. Если тебе там не нужно кирпичи возить, только пакеты из Ашана. Ну, багажник, потому что маленький. Мне нужно привести сзади, разложить сидушечку и все. А, ну да, кстати, да. Успех, так мало, что... Роман Артииолог... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...